Что такое 18i20? Это почти что 30 лет опыта компании Focusrite, воплощённые вот в таком Recom Unity. Отличные микрофонные преампы, развитая инфраструктура и, естественно, различные возможности по управлению, которые, я бы сказал, поражают. Ну что говорить, третье поколение как-никак. Друзья, всем привет! На связи канала Давай запишем. Здесь мы говорим с вами про аудио. И сегодня посмотрим вот такую звуковую карту. Подойдём к сути вопроса в лоб. Что это всё-таки такое? Это внешний аудиоинтерфейс, который позволит вам одновременно записывать 18 каналов и воспроизводить 20 каналов также одновременно. Из коробки мы получаем сразу 8 микрофонных каналов с фирменными преампами от Focusrite. Эти каналы оборудованы комбо-входами, сюда можно подключить гитары, сюда можно подключить какие-то линейные источники, ну и, естественно, микрофоны. Кстати, о предусилителях. Они по сравнению со второй версией этих карт заметно подтянулись и теперь выдают не по 50 децибел на канал, а по 56 децибел. Помимо микрофонных входов, у нас сзади уже есть стандартная история. Это SPDIF цифровой вход на два канала, то есть дополнительных два канала мы сможем завести сюда цифровых, а также ADAT интерфейс на два разъёма для работы с внешним преампом даже на высоких частотах дискретизации. Выходы у нас балансные, реализованы в виде джеков. Их всего 10 штук, также сразу из коробки. Если вам этого недостаточно, то по тому же SPDIF, но уже выходу, можно выпустить из карты два цифровых канала и также воспользоваться ADAT, но уже на выход и получить дополнительно 8 цифровых выходов. Весь звук писался, пишется и будет писаться с помощью нашего AC-T2 в этом ролике. Это конденсаторный микрофон, он подключен к карте. С карты, естественно, мы подаём фантом. Усиление в районе 12 часов. Первый и второй канал, кстати, первый канал мы как раз сейчас задействовали, они оборудованы инструментальными режимами. Так что если вы хотите записать бас, гитару или какой-то другой инструмент, то смело пользуйтесь вот этими каналами, которые вынесены на мордочку карты. Какие изменения произошли с аудиоинтерфейсом со времён прошлой второй версии? Ну естественно, это микрофоны и преампы, о которых уже было сказано, и это дизайн. Много каких-то функций и управления было убрано с мордочки корпуса, и всё это самое управление перекочевало у нас в контрольную панель, что, на мой взгляд, довольно удобно. Кстати, несколько функций, они дублированы, то есть они есть и в контрольной панели, и на корпусе, что тоже довольно интересно, знаете ли. Как правило, если мы с вами видим рековый прибор, а я, кстати, добавлю, что в комплекте идут ушки для крепления всего этого чуда в рековый шкаф, так вот, когда мы с вами видим рековый прибор, скорее всего, с большой вероятностью, это прибор для профессионального студийного использования. Здесь, собственно, та самая ситуация, и тут есть очень много именно таких профессиональных студийных фишек, которые я предлагаю вам посмотреть. И начнём, давайте, с мониторинга. Небольшой спойлер, возможности вот этой крохи просто колоссальны. Например, у нас есть 10 выходов под мониторинг. Типичная компоновка студии. У нас есть две пары мониторов, причём там специально первые четыре выхода обозначены как Main и как Alt, то есть альтернативная линия для мониторинга, между которыми можно, кстати, переключаться. И остаётся ещё три стереолинии, которые мы кидаем в тон-комнату музыкантам. Всё это у нас заходит в усилитель для наушников. И музыканты имеют три независимых стереомикса. И это всё, я попрошу заметить, без докупки дополнительного оптического внешнего прибора, который расширит и так уже огромное количество доступных выходов. На корпусе мы найдём несколько кнопок, которые отвечают за управление. Если мы с вами уже говорим про мониторинг, то это, конечно же, переключение, я повторюсь, между главной и альтернативной парой мониторов и кнопочка DIM, которая делает фиксированное послабление по громкости, чтобы вы смогли мониторить, ну или сводить ваш микс на разных фиксированных громкостях. Также все эти функции доступны в контрольной панели, которую мы с вами посмотрим, но чуточку попозже. Что вы можете сделать, имея у себя на руках вот такую звуковую карту и миниатюрное iOS-устройство. iPad, iPhone или iPod Touch, не говоря уже про большие машины, вроде ПК или Mac. Вы можете скачать приложение, дать это устройство музыканту или музыканту заставить скачать приложение, и через это самое приложение подключиться вот к этому и настроить индивидуальный микс для каждого музыканта. То есть он сам его сможет себе настроить. И знаете, это здорово! Это функция, которую, как правило, встретишь в каких-то цифровых пультах, но постепенно, полигонечку такие вещи входят в повседневную жизнь, вот в звуковые карты. И это действительно круто, друзья! Это круто! Что ещё нужно помимо хорошего мониторинга для работы в студии? Ну конечно же TalkBack. И он здесь есть. Реализован в виде отдельного микрофона, который можно назначить на любой из выходов, включать всё это дело и вещать в уши прямо вашим музыкантам. Давайте взглянем на драйвер, задержку и, конечно же, роутинг. Для начала работы нам с вами нужно зайти на официальный сайт Focusrite в раздел загрузок. Далее поиск Scarlett 18 i20 третье поколение. И вот у нас уже есть драйвера для Windows или для Mac. Скачиваем, устанавливаем и перезагружаемся. К слову, драйвер выглядит вот так. Сейчас тут максимальное значение буфера, чуть позже мы его поменяем, чтобы посмотреть задержку. Но сначала давайте глянем на роутинг. Итак, входы и выходы. Вот так всё это дело выглядит. Пусть вас не смущает, что digital заканчивается на 9, а аналоговый на 7. Здесь стерео входы, то есть если мы их разворачиваем, там у нас даны сразу два канала. Давайте смотреть. Аналоговые каналы, всего их 8, 4 стерео входов. Далее loop-стерео вход. Это закольцовка loopback. Я вам уже много раз говорил, для чего она нужна. Например, для стримов или для каких-то, ну не знаю, записи каких-то вебинаров и снятия экранок, чтобы люди слышали звуки на вашем компьютере, что тоже довольно бывает нужно. И цифровые входы. Здесь их 10. То есть SPDIF и 8 от ADAT. И выходы. Выходов 20. Я не знаю, здесь сразу даны все выходы. То есть ясное дело, у вас сейчас будут работать не все, но те, которые нам нужны, вот по крайней мере, четыре я ради интереса сюда запихнул. Это главные мониторы, а это альтернативные 3-4. Вот, собственно, всё остальное по желанию. Теперь давайте откроем задержку, посмотрим. Напоминаю, что здесь есть мониторинг с нулевой задержкой. Но если вдруг вам нужна какая-то обработка та же самая гитарная, то давайте сейчас посмотрим, а какие цифры выдаёт задержка этой карты на разных значениях буфера. А теперь давайте посмотрим на контрольную панель внутри компьютера. От драйвера давайте перейдём к контрольной панели, через которую можно управлять почти что всеми функциями на этом аудиоинтерфейсе. Вы видите, что у нас, кстати, активны два первых канала. На первый канал приходит петля, а на второй канал приходит всеми известный дикторский микрофон. И я, пожалуй, сейчас переключусь на него. Я переключусь на него, поговорю немножечко через него, чтобы вы смогли лучше услышать функцию Air, которая есть на этом аудиоинтерфейсе. Давайте послушаем. Сейчас функция Air неактивна, но стоит мне нажать на эту кнопочку, и функция Air начинает работать. Что это такое? Это эмуляция фирменных предов от Focusrite, ISA предов. Собственно, вот так это всё дело звучит, и звучит на самом деле не так уж и плохо, знаете ли. Здесь есть аттенюатор, здесь можно переключать, будет ли это инструмент или линейный источник. Вот, ну естественно, функцию Air можно также выключить или включить. Перехожу назад на петельку. Помимо всего прочего, в блоке входов есть и различные другие каналы. Вот оставшиеся шесть. Их, кстати, можно как-нибудь называть. Переходим в выход. И здесь у нас такой огромный блок, его даже можно перелистывать. Это, по сути, цифровой микшерный пульт управления им. Ну очень похоже. Смотрите, здесь у нас то, что приходит на вход, а здесь у нас то, что приходит на выход. Тут так и обозначено Output и Hardware Inputs. Например, нам нужно завести на мониторы, чтобы у нас шёл... ну допустим, инструмент, который приходит в третий-четвёртый аналоговый вход. Оп! Стереоинструмент. Ну допустим, клавиши. Всё, они у нас приходят. Например, нам нужно в мониторинг артисту. Мониторинг артиста вот на этот. Это вторые мониторы, это первые. Так вот, артисту нужно пустить его самого, то есть меня, мой голос. Оп! И допустим, чтобы он слышал клавиши. Но клавиши нужны потише. Оп! Всё, сделано. Опять же, всё то же самое можно делать и с плейбэками. Да, вот эти наборные штуки, они абсолютно индивидуальны. То есть у нас здесь даны даже... вот видно ADAT-выходы, то есть это цифровые выходы. Их мы можем составлять просто индивидуально. Например, ну здесь заводская настройка стандартная, тут всё... выход 13-14 плейбэка идёт на ADAT. Можно нажать на Custom Mix, оп! И уже самому выставлять, что вашей душе угодно. И добавлять, что очень интересно. По цифровым, кстати, входам, ну во-первых, SPDIF. Два входа, как я уже говорил. ADAT. Смотрите, их здесь два. В чём фишка? Когда мы работаем на повышенных частотах дискретизации, нам понадобится вот два этих окошка. То есть здесь у нас будет доступно 4 канала. И по ADAT-2 также будет доступно 4 канала. Если вы работаете через один провод, то 8 каналов здесь. Главное, убедитесь, что вы подключились именно по протоколу ADAT, чтобы у вас было 8 каналов. Ну и что в устройстве в преде в том же самом есть 8 каналов. Это довольно важно. Что ещё вам здесь показать? В принципе, всё очень интересно. Кстати, давайте поговорим про TalkBack, раз уж мы начали. Значит, здесь вместе с Custom Mix есть ещё одна настроечка, она называется Custom Mix Plus TalkBack. Что это значит? На всех каналах выхода, где вы выставите настройку Custom Mix Plus TalkBack, при нажатии кнопочки TalkBack на звуковой карте или нажатии кнопочки вот здесь, ваш голос, который звучит в студии... а я напомню, что на самой карте расположен маленький небольшой микрофончик рядом с первым и вторым каналом. Так вот, когда вы начинаете говорить, это всё слышно. И музыканты, которым идут вот этот и вот этот выход, слышат вас в своих мониторах. Отключается всё так же просто. Просто кликаем по TalkBack и всё. Здесь есть заводские пресеты. Они находятся вот тут. Это стандартные вещи, в принципе, от которых вы можете уже наруливать что-то удобное вам и, опять же, сохранять снапшоты, потому что здесь есть такая возможность. Например, если вы работаете с 8 аналоговыми каналами, я не буду нажимать, чтобы не сбить на запись, но, грубо говоря, здесь появится 8 аналоговых каналов, то есть вам не нужно их добавлять. Настройки на playback, direct-настройки, то есть то, что идёт на вход, идёт и на выход сразу же, подключение Dual-ID-IT, то есть когда вы используете сразу два провода по ID-IT, что я и говорил. Короче, настроек куча. И мне кажется, если вы купили такую карту, вам просто стоит сесть, самому поиграться и понять, а что вам лично удобно, что вам нравится и с чем вы хотите работать. Вот тот же самый лукбэк, о котором мы говорили. Функция возврата того, что звучит на компьютере. Сейчас там звучит мой голос, как легко, кстати, догадаться по индикации. Усиление здесь же. Усиление, кстати, на мастер я вот сейчас регулировать буду с помощью ручки на самом аудиоинтерфейсе. Здесь эта ручка не регулируется. Можно разъединять и стерео делать моно, можно опять собирать в стерео, можно мьютить. И на мастере можно активировать функцию dim, отсюда тоже, которая даёт фиксированное послабление по громкости. В настройках ничего особо интересного можно поменять частоту дискретизации, можно задать цифровой вход или выход из PDF по ADAT и так далее. И источник цифровой синхронизации. Он сейчас у нас стоит внутренний, потому что внешних приборов каких-либо у нас не имеется. Ну и конечно, здесь можно переключаться между двумя парами мониторов. Главный или альтернативной. В начале ролика я упомянул возможность подключения внешнего прибора через оптику. Старожилы сразу ущучили. Ну а новичкам, я думаю, стоит немножечко всё-таки объяснить, что и как. Позвольте мне показать вам одну вещицу. Это внешний микрофонный предусилитель от компании Audient ASP800. Он обладает 8 микрофонными каналами, столько же, сколько и есть в нашей звуковой карте изначально. Что делает эта штука? Допустим, в неё вы подключаете микрофон. Микрофонный сигнал усиливается уже до того, чтобы с ним можно было работать. Он обрабатывается первичной обработкой. Здесь она имеется, допустим, на первом-втором канале есть фирменная обработка от Audient. Далее всё это дело с помощью преобразователей внутри ASP преобразуется из аналога в цифру, и после АЦП всё это поступает на цифровой выход. Вот, с помощью пары таких проводочков всё у нас идёт и заходит во входы, цифровые входы ADT аудиоинтерфейса. И таким образом мы можем с вами расширить максимальное количество каналов, которые у нас есть изначально в этом аудиоинтерфейсе, на дополнительных 8 микрофонных входов. Теперь давайте послушаем карточку в полевой работе. Та, что была со мной, где ты теперь на другой полосе? Если можно, вместе все таково вёл домой. Недавно вроде бы на работе, а на ходе ты. Спорю с самим собой, чудак, ну давай дружить, как-то надо же жить, хлеб жевать, воду пить, болеть, глотать дрожжей, коммитей твой жжей, настроение не держать на восьмом этаже. Знать бы хотя бы, где ты, с кем ты? Тепло ли там я на твоей планете? Слать бы тебе конверты, как о Герде, кубики изо льда прямиком в никуда. Знать бы хотя бы, с кем ты? Да как ты? Честно, кормлю кота, поливаю кактус, гости к тебе идти по парапету и не верить бреду, что тебя нету. Как обычно, время подвести итоги. В начале ролика я уже говорил, что сегодня мы на столе, у нас имеем такую профессиональную историю. Конечно, восьми микрофонных каналов будет недостаточно для полноценной записи группы, но при докупке внешнего преда мы уже получаем 16 микрофонных каналов, что, в принципе, должно хватить за глаза. Синкронизация Power Clock, два выхода под наушники, что тоже довольно интересно. И, конечно же, 10 выходов сразу из коробки. Это и есть 18i20. Ну и, конечно же, вкусняшки, которые мы с вами получаем при покупке этого аудиоинтерфейса. Во-первых, рабочие станции, их две. Ableton Lifelite и версия Pro Tools для работы с этой карты от Focusrite. Также виртуальные инструменты в виде Addictive Keys и WST-плагины от Softube и фирменные плагины от Focusrite. Ну, знаете, это тоже стоит каких-то денег, поэтому грех не воспользоваться. Ну а на сегодня всё. Как всегда, призываю вас в комментарии написать, что вы думаете по поводу этого интерфейса. Вообще, понравился он вам или нет? Напишите, не забудьте. Поставьте лайк, если вам понравился уже ролик, подпишитесь на канал и ждите обновлений, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, музыкального, но уже из мира Pro Audio. Всем пока! Субтитрыings и века!